Закон о запрете ваххабизма Закон о запрете ваххабизма Закон о запрете ваххабизма Закон о запрете ваххабизма То есть у меня создается впечатление, что местное дагестанское руководство, к сожалению, некое бесубое такое образование, которое не может уже ничего противопоставить силовым структурам и их политике здесь. Причем здесь, в принципе, даже не политика, а очень слабо координируемая деятельность по некому явному развязыванию конфликта. И, по-моему, руководство Дагестана у нас оказывается между Молотом и Наковалием. То есть между тем, что силовые федеральные структуры уничтожают кого бы то ни было, пусть это преступники, уничтожают их земляков, кто силовые федеральные структуры. Какого центра? Даже по этнической принадлежности. Это на самом деле развязывание, самое настоящее развязывание межнациональной розы. Приезжают русские конфликты, приезжают, готовят до Северова и говорят, знаете, нам здесь ничего не нужно, мы просто хотим зарабатывать. Нам нужно на что-то жить. На что жить? Вот на трупы дагестанцев. И когда говорят, что Кавказ кормит, вернее, Россия кормит Кавказ, я говорю, Кавказ кормит Россию трупами. Люди занимаются бандитизмом. Они берут в руки оружие, автоматы, пушки, взрывные устройства, бомбы, убивают мирных граждан. Убеждать, на лекции приглашать. Разговаривать с ними. Ну, подскажите мне, к нам будем поехать и поговорите. Не загоняйте их. Не загоняйте их. Почему, как мне сказали? Кто-нибудь из вас? Вы говорите, вы говорите про права, которые нужно защитить ваши права. Да, Роман Аминович, я попросту. А кто права тех людей, которые вы говорите, приехали оттуда вы из России, и солдаты стреляют, устроили бизнес, покупать? Не загоняйте, у нас кто-то ведет наше заседание или нет? Мой вопрос, как участник. Значит, в данном случае я считаю, что это и есть правильность. Как можно с тобой население, мы слышим о том, что вы говорите. А в юмиде, и в армии, 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 и в армии. Что делать с теми людьми, которые с оружием в руках бегают по лесам? Спасибо. Надюра, прошу вас. Что делать с людьми, которые бегают по лесам с оружием? Вы знаете, сначала, наверное, перестать увеличивать поток этих людей туда. Вот эти спецоперации, о которых говорит Гульнар, это эмоционально. Я об этом и говорю. Давайте перестань увеличивать поток. Проблема решается не вот здесь, гражданским обществом. Она уже не в координатах гражданского общества, и в мирных церквях. Это уже вопрос взять в руке оружие, не взять. По-моему, там уже не стоит, когда люди должны выживать. И если хотим, чтобы этого не давать, на федеральном уровне не покинем вопрос хотя бы элементарный. Мне кажется, здесь хаос, хаос, просто полный хаос силовых структур, которые здесь присутствуют. И ГРУ, Минобороны, и ФСБ, и МВД. На каком основании МВД проходит специфика? Что за внутренние войска? Мне кажется, здесь где военная прокуратура? Я не понимаю, почему каждое действие этих силовиков военная прокуратура не дает ответ. Здесь же, в принципе, есть, понимаете, каждая проблема имеет фамилию, имя и отчество. В данном случае не фамилия, имя, а именно структуру. Проблема имеет свою структуру. Есть, проходим к этому, на каком основании возникает ситуация в Советском, где военная прокуратура. Это опять мы, куда идем, опять идем туда, вверх. Вот, вот, и поэтому можно, конечно, Гору Магомедовичу накричать, это опять, это ваша демонстрация готовности это выслушать, кстати. Можно накричать, сколько может, здесь, в принципе, вы это и слушали, то, что вы хотите. Вы, наверное, в окружении отвечаете. Не, не, я отвечаю. Я говорю, давайте разобьем на структуру каждую проблему, ситуацию. Сожрать, кстати, и противодействовать одно. А решение... Я еще раз спрашиваю, у нас есть ведущий или нет? Почему в таком тоне позволяется задавать вопросы? У нас не министерская коллегия, у нас общественное собрание. И в таком тоне задавать вопросы, по-моему, допускать нельзя. Это замечаемая моя ведущая. А в каком тоне я задаю вопросы? Вы, извините, в тоне слишком агрессивно. Это не обеспечивание, это эмоционально. Пойдем, потому что... Я задаю вопросы, а на эмоциональном тоне.